Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Ну, прежде чем, в общем-то, переходить к разбору вашего текста, я бы сказал, что вам имеет смысл обратиться к врачу. Вот, и вообще просто врачи общей практики, вот, может быть, к психиатру, вот, и клиническому психологу, вот, для того, чтобы просто как-то вот проверить ваше здоровье, вот, обмен веществ необходимых в теле, вот, потому что, ну, есть вот у меня такое вот небольшое подозрение, да, что что-то у вас может быть наручен, там. Вот, дальше, значит, если мы говорим с вами о том, вот, как собраться, значит, силами, да, как снова набраться сил, вот, чтобы продолжать жить просто и решать проблемы, да, то, значит, вот, нужно разбить эту задачу на несколько чистых. Первое, это на что вы тратите свои силы, ну, просто на что они у вас уходят, грубо говоря. Вот, это первый момент. А второй момент, это то, значит, что если жить, то что такое жить? Вот, как, как вот вы, ну, понимаете, что вы живете, да? Вот, то есть, ну, как, как вы вот к этому вообще приходите, к тому, что вот живете? Вот, это такой момент. И последнее, вот, что касается решения проблем, то очень важно отношение к проблемам. То есть, вот, грубо говоря, грубо говоря, грубо говоря, грубо говоря, какое отношение к проблемам у вас сейчас, да? Вот, оно, ну, простое довольно, вот, довольно простое. То есть, вы говорите о том, что, а проблем быть не должно. Вот, ну, вот, так вот вы, значит, сейчас рассуждаете, вот, вот, ну, не, ну, не должно быть проблем. Вот. Значит, нужно отмертись, изменить свое отношение к нему, к проблемам вообще, вот. Вот, значит, и воспринимать трудности именно как трудности, вот, а не как проблемы, то есть как затруднения. Вот. Вот. И трудности это нормально, абсолютно. Абсолютно нормально, ну, какие-то трудности в жизни человека. Так. Вот. Вот. Вот эти три элемента помогут вам немножечко пере, ну, переформатировать свое отношение к тому, что с вами сейчас происходит. Вот. Дальше. На протяжении года из-за трудностей в жизни нахожусь в постоянном стрессе. Что такое стресс? Во-первых, это некая такая, ну, некая такая постоянная борьба, во-первых. Борьба, ну, вот, с собой, да, то есть вот вы боретесь сами с собой, боретесь с чем-то. Вот. Значит, ну, вот, сопротивляетесь чему-то. Вот. Вот. Это первый момент. То есть вот, ну, просто вот сопротивляете своей. И второй момент, это, значит, воспринимаете на свой счет. Вот. 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 То есть как-то вот в этом вы себя объяснили. Вот. Важно увидеть, как именно вы себя объясниваете. Вот. И это подкорректировать. Либо заметить какие-то другие вещи в этом, либо оптимизировать свое поведение. Вариантов довольно много, на мой взгляд, нужно, конечно, на это обратить ваше внимание, как минимум. В периоде мне все нормально, стараясь держаться оптимистично, но большая часть времени на душе тяжело и постоянно происходят через ватровозность и грузы, и держаться оптимистично становится крайне тяжело и происходят всплески эмоций. Так, ну вот тут ваш текст идет сплошняком. Значит, в периоде мне все нормально, от чего это зависит, что значит держаться вам оптимистично, на что вы опираетесь и как будто бы требуете от себя этого, держаться оптимистично. На душе тяжело и постоянно происходят через ватровозность. Ну, нужно поисследовать, что именно тяжело вам и что именно тревожность. Вот, если сосредоточить на этом свое внимание, вот, я думаю, что тут будет вам понятнее, что происходит. Вот, на протяжении последнего месяца плачу почти каждый день по вечерам, причем накручиваю себя сама слезы. Это нормально, но, судя по всему, они полностью проблемы не решают ваши. Полностью. Полностью. А вот, накручиваю себя сама, да, вы можете себя накручивать сами, это правда. Вот, я думаю, что у этого есть, скажем так, некоторые основания. Ну, то есть, что-то способствует тому, что вы себя накручиваете сами. Ну, не увидеть, на мой взгляд, скромный. Что именно способствует тому, что вы себя накручиваете. Вот. То есть, это не случайно, это совершенно не случайно, то, что вы себя накручиваете. Вот. Ну, тут нужно поисследовать, что именно вы, что именно вы делаете для этого, чтобы себя накручивать. А дальше, год назад произошли проблемы на работе, из-за этих проблем не могу уволиться, потому что пока полностью не расплачиваюсь с долгом. Это было по вас, это было вследствие вашей ответственности. Ну, то есть, проблема с долгом. Вот. Это, судя по всему, растрата средств. Вот, мой коллега написал. Вот, как это случилось. Есть ощущение у меня, что вы, вот, в какой-то степени избегаете ответственности, вот, своей веры. То есть, ээээ, ну, как бы, как-то относитесь к этому, эээ, ну, как будто это что-то несправедлив, несправедливое. Вот так это выглядит для меня сейчас. Если вы примете то, что случилось как свой собственный опыт, то вам скорее всего будет гораздо легче. Сейчас вам тяжело именно из-за этого. Так, значит год назад познакомилась с парнем, встречаемся до сих пор. На каких основаниях вы с человеком в отношении, что вас объединяет, что между вами общего. Сначала это помогало мне отвлекаться от более глобальных проблем на проблемы в отношениях с ним. Проблемы не решаются. Какие проблемы в отношениях с ним могут быть, почему вообще у вас проблемы в отношениях. Сейчас постоянно мысли о нем, что не о таких отношениях я мечтаю. О чем вы мечтаете? Причем обратите внимание, что вы мечтаете об отношениях. Когда человек мечтает об отношениях, он мечтает о своем состоянии. Вот. Ну то есть буквально, буквально речь идет о том, что вы хотите, вы хотите какого-то состояния, вот, и тяготеете, тяготеете к этому состоянию. Очень важный момент на самом деле, что вы тяготеете к определенному состоянию, но не к человеку. То есть я бы сказал в таком случае, что по моим ощущениям, вы ищете не отношения, а состояния. То есть вам, грубо говоря, нужно какое-то состояние, и вы хотите его почувствовать, это состояние. Но впадаете в зависимость от другого человека. Потому что он для вас становится как бы источником этого состояния. Вот. Ну, я могу предположить, что отношения вы выстраиваете не лично, но я. Вот. Могу так предположить. Могу предположить, что отношения вы выстраиваете больше, скажем, скажем так, ну, гендерные, да, может быть. Так, может быть, это будет справедливо. То есть, опять же, постарайтесь увидеть, какого рода отношения вы выстраиваете с человеком. Вот. И как, ну, по сути, получилось так, что спустя год, год, у вас уже проблема в отношениях, я имею в виду. На мой взгляд, это абсолютно не случайно. Дальше. У вас, ну, вот начались трудности, то, что у вас начались проблемы. На мой взгляд, это не случайно. Дальше. На дело это помогало. Так, сейчас постоянно мысль о нем. Так, я влюблена в него, хочу заботиться о нем и заботиться. А как вы понимаете, что влюблены в человека? Ну, вот буквально, как вы это понимаете, что влюблены вы в него? Что на это указывает, что вы в него влюблены? Вот. Как, как, как вы это чувствуете в общем, что вот вы в него влюблены? То есть давайте вот постараемся на этот момент обратить внимание. то есть если вы говорите, что вы в него влюблены, то как вы идентифицируете это чувство, что вы влюблены в него? Вот. Это очень, на мой взгляд, важный момент, потому что вы можете путать число любви, да, чем по-другим. Ну вот, например, по аналогии с тем, что сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович. Дальше. Хочу, чтобы обо мне тоже заботились, проявляли ко мне внимание, я это ему говорю постоянно, Настя слушает, у меня много работы, я такой человек, но ты мне дорога. Значит, смотрите, я хочу, чтобы обо мне тоже заботились, и проявляли ко мне внимание, да, не от внутреннего ли дефицита у вас это происходит. То есть нет, вы, конечно, имеете право, хотите, чтобы о вас заботились и прилили внимание, это абсолютно естественно и нормально этого хотеть. Вот. Но, речь, я думаю, немножко о другом, о том, что вы требуете, от человека, вот, в чём здесь, на мой взгляд. Основная проблема, что вы именно требуете от человека, вы говорите, что вот дай мне, как бы, вот, то, что мне нужно. И если человек вам этого не даёт, да, получает, то вы испытываете, вот, определённые, ну, скажем, негативные чувства. А человек вам действительно может не давать этого. Ну, потому что он не может, потому что он не хочет, потому что у него, как он, ну, вот, в принципе, то, что, то, что вы описываете. Вот. То есть вот то, что он говорит по сути, что я такой человек. Вот. То есть то, чего вы хотите, вы сами за счёт себя не решаете. Вот. А пытаетесь решить за счёт него. То есть, то есть, ну, то есть по сути, по сути, по сути, по сути вы, вот, как раз здесь вот, ну, я бы сказал, формируете свою зависимость от него. Вот. Обесценивая к тому же ещё себя, вот, за счёт этого. И, тем самым, ну, по сути, меняя отношение же человека к вам потихонечку. Таким образом, вот. Так что, ничего, ничего удивительного, удивительного, в том, что у вас проблем нет, нужно учиться самодостаточности в данном, ну, в данном ключе, в данном контексте. Вот. На мой взгляд, это необходимо сделать, чтобы выстраивать, скажем так, качественные отношения. Вот. Именно качественные. Здоровые. Дальше. Я понимаю, что ему со мной просто удобно, и ощущение такое, что я пробиваюсь, словно джинкли к его сердцу, потом останавливаюсь и оборачиваюсь, и думаю, куда иду и зачем, если ты сделаешь. На встрече мне не идёт никто. Вот. Вы здесь, во-первых, дашь на дашь, типа, я сделаю только если ты сделаешь, т.е. это зависимость. С другой стороны, всё значит, вы идёте к сердцу. Такое ощущение, что вы добиваетесь любви, пытаетесь заслужить любовь. Вот. А значит, вы как-то вот не принимаете себя, вот. А значит, вам нужно работать в первую очередь с тем, чтобы принять себя, чтобы принимать себя, вот. То есть, как бы, ну, смотреть, что я по себе не принимаю, да? Вот. То есть, ну, то, что вы в себе отторгаете сейчас. Вот. Это очень важный момент. Потому что такое впечатление, что вы пытаетесь компенсировать то, что вы не принимаете в себе за всё другого человека. Вот. К моему большому сожалению. Вот. Ну и понятно, что хорошего из этого мало что получается. Это понятно. Это понятно. И понятно, что вы чувствуете себя, по сути, на постоянной основе, вот такой, обделённый, неуверенный, проигравший, может быть, даже. и так далее. Вот. Вот. Это понятно. Это всё нужно корректировать. довольно сложно избавиться от чувства, что вы вступили в отношения для того, чтобы избежать от своих проблем. Вот. То есть, ну, может быть, это не так, конечно. Я думаю, я думаю, что где-то это действительно не так. Вот. Вот. Но. Выглядит это вот именно так, что вы просто в отношениях уступили в отношения, не особо, будучи внимательной к себе, вот, потому что вам нужно было, вот, отвлечь, как вы, ну, как вы сказали. Вот это, на мой взгляд, большая проблема, потому что отношения не решают проблем у человека. Ну, как бы, если партнёр желает помочь, то это хорошо. Ну, если партнёр желает помочь, если партнёр хочет помочь, вот. Интересно в этом смысле другое. Интересно, что делать, если партнёр не хочет помогать. Вот этот момент довольно-таки интересен. Что делать, если партнёр не помогает, если он предпочитает оставаться в стороне, например. Вот. То есть вы в этом смысле остаетесь одна. И если вы не можете на себя положиться, например. Вот. То возникают, конечно, ну, довольно большие проблемы. Вот. Ну, кстати, 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 вот то, что вы описываете, вполне может быть этими проблемами. Вот. Вот. Такая история, я бы сказал. Ну, с точки зрения психологии, да, и вот с точки зрения психотерапии. Так, дальше. Стало очень тяжело, устала слёз, летал заплачивать, чувствовал себя морально подавлено, ничего в жизни не радует. Это хорошо, вам нужно и в то же время есть ощущение, чтобы чувствовать себя жертвой. Так, все друзья разъехали, в городе остался одна и пытался мыслями хоть за что-то хорошую, но, соответственно, перестал замечать хорошие моменты, не радует ничего, как снова набрать сил, чтобы продолжать жить просто и решать проблему. Ну, жить просто и решать проблему, это нашествие, что в вашей жизни будут только проблемы. Вот. Ну, согласитесь, весьма такая себе перспектива, да. Да, не самое, не самое приятное. Вот. Поэтому, нужна цель, как минимум, нужна цель побольше, поинтереснее. Вот. А у вас её нет. Пока. Пока. Пока же. Вот. Ну, значит, что, нужно, наверное, помочь вам эту цель увидеть. Ну, найти для себя, может быть, что-то, ну, что-то интересное. А вот они не так, как вы сейчас к себе относитесь. Вот. Сейчас это всё корректируется, но просто вам нужна психотерапия. Вот. 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 Ну, как будто бы. Такая вот, такая вот ссора здесь. Вот. Займётесь собой, да, психотерапией, вот, и я думаю, что многие вещи вам будут куда более понятны, чем, чем сейчас. Вот. То есть сейчас, понятно, вам как-то вот, вам кажется, что вы вот в какую-то бездну проваливаете просто. Вот. И это на самом деле возможно, понятно. Вот. Ну, вы не одна. Вы не одна и вы обратились по адресу. Так. Вот. Такой ответ. На этом всё, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позволь к вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Удачи.